Редактор субтитров А.Семкин Здравствуйте! Это Малоземов проверит. Сегодняшний ролик о самом маленьком телефоне. Именно так позиционируют производители. Аппарат размером примерно с кредитку, весом в 32 грамма. Они говорят, что любому современному человеку нужен второй телефон. Не такой тяжелый, не такой массивный, как наш основной смартфон. Какой-нибудь такой, как кирпич иногда в летних особенно условиях. Это неудобно, когда карман шортов, ты засовываешь это где-то на природе, и вот тут-то тебя и выручит вот этот маленький аппаратик, который держит батарейку 4 дня в режиме ожидания. Там есть еще MP3-плеер, в который можно закачать музыку. Ну и самое главное, ты чувствуешь себя свободным. У тебя нет аппарата большого, который может выпасть, разбиться и тому подобное. Я попробовал это протестировать. Специально взял маленький вот этот телефончик в очередную поездку в Таиланд. Ну, в принципе, для прогулки по пляжу, например, или какой-нибудь утренней пробежки, этот маленький телефончик самое то. Его кинул в карман, он размером как зажигалка, и ты его не замечаешь. Гораздо удобнее, конечно, чем большой телефон. Ну, это первое впечатление. Посмотрим, что будет дальше. Еще реклама говорит, что такой телефон подойдет женщинам, у которых очень мало места в сумочке, и положить туда вот этот крошечный телефончик на случай резервной связи, это удобно. Я попросил свою коллегу Катю Кондратьеву все протестировать, начав с того, что вставить туда сим-карту, которую нужно, естественно, переставить из своего основного аппарата. Ну, в принципе, из стола я его достаточно просто взяла. А теперь надо как-то сим-карту еще взять. Так. И куда-то ее вставить. С грехом пополам. Там не было нарисовано, какой стороной чего вставлять. Катя добилась того, что у нее появилась сеть, и вот дальше мучения продолжились, потому что Катины ногти не позволяли так уж комфортно оперировать этими кнопочками. О, есть сеть, прекрасно! Меня это очень радует, потому что, наверное, я даже смогу кому-нибудь позвонить. Ой-ой-ой, я звоню... А-а-а, нет, пожалуйста, не звони! Я сейчас только что чуть не позвонила главному фониатору нашей страны. Какой кошмар! Это все из-за того, что я не могу нормально оперировать этими кнопками. Ну, разумеется, с моим роскошным маникюром. В итоге Катя смогла позвонить нашему общему коллеге Володе, получить от него эсэмэску и даже ответить на нее, по старинке много раз нажимая на каждую из этих кнопочек. Далось ей это нелегко, но в итоге ни один ноготь не отклеился. В общем, вывод мой здесь такой. Есть масса других моделей, которые, может быть, чуть менее компактны, но стоят при этом дешевле, заряд держат лучше, потому что здесь было заявлено 4 дня в режиме ожидания, 4 часа в режиме разговора, но реально он у нас сдох где-то всего через час разговора. Не знаю. Но есть от солидных производителей аппараты чуть покрупнее, но лучше, лучше по своим характеристикам. И если вам нужен действительно второй аппарат, то сейчас, слава богу, на рынке есть из чего выбрать. А вот эта вот крохотность такая нарочитая, она не заслуживает того, чтобы за нее переплачивать. Так мне показалось в результате всего этого тестирования. Подсказывайте в комментариях, какими резервными телефонами пользуетесь вы, ставьте лайки, подписывайтесь и смотрите наши новые ролики по понедельникам, средам и пятницам. Меня зовут Сергей Малоземов. Увидимся! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА